За 2021 год недропользователями Колымы добыто почти 50 тонн золота и 615 серебра. На заседании правительства Магаданской области обсудили итоги промывочного сезона. Добыча серебра в сравнении с предыдущим годом увеличена на 80 тонн за счет введения новых месторождений. Достигнем рубежа 51 тонна золота и 640 тонн серебра. Ну и соответственно НДПИ у нас налог на добычу полезных ископаемых по сравнению с предыдущим годом превысит ориентировочно на 600 миллионов. Поэтому достаточно существенный вклад в бюджет области именно наших недропользователей. В этом году золото добывали почти 100 предприятий. Основные компании – Полюс, Полиметалл, Павлик, Сусуман Золото. Также некоторые компании добывают другие драгметаллы. Так, свинца получилось почти 5000 тонн, цинка – почти 6000, меди – около 420 тысяч тонн. В Магадане прошло заседание административно-технической комиссии. Специалисты рассмотрели дела о нарушении благоустройства города. Эксперты обратили особое внимание на незарытые котлованы и ямы на дорогах. Согласно статье 64 за нарушение правил благоустройства у нас предусмотрена административная ответственность. Законом 583 УС. Также наиболее частые нарушения связаны с парковкой автомобиля в неположенном месте. Поэтому, естественно, мы с людьми беседуем. Первое – это у нас предупреждение. Дальше, если они с первого раза не понимают, естественно, там уже накладываются на них административные штрафы. Административно-техническая комиссия обращает внимание подрядчиков, которые ведут обширное строительство в городе Магадане, на проблему отсутствия предупредительных знаков, заборов и подсветки на месте разрытия. И просит уделить этой проблеме особое внимание, чтобы обезопасить жизнь и здоровье магаданцев. У нас работают по механизированной уборке подъезда детским садам и школам. Поступают небольшие разовые заявки, это зачищаем. Идем по межквартальным проездам, в том числе на Пионерном и Солнечном. Расчистку из вывозов снега на пешеходных переходах осуществляем. И по тротуарам, соответственно, точечная зачистка с вывозом. Поцепку осуществляли там, где производим уже расширение на тротуарах, производим дополнительную поцепку. В мэрии Магадана на оперативном совещании обсудили есеневую уборку. Сотрудники комбината зеленого хозяйства убирают межквартальные проезды, лестницы и тротуары. Также чистят пешеходные переходы. Там, где тротуары расширены, посыпают песко-соляной смесью. Мэр Магадана Юрий Гришан поручил, предстоящие праздники усилит работу по вызову мусора с контейнерных площадок. На регулярной основе прокуратура города Магадана проводит ряд проверок по содержанию уличной дорожной сети в зимний период. В целях обеспечения безопасного перемещения граждан транспортных средств прокуратура города совместно с сотрудниками госавтоинспекции организованы осмотры уличной дорожной сети Магадана, а также территории, прилегающих к объектам торговли на предмет соблюдения требований действующего законодательства. По результатам проверочных мероприятий прокуратурой города будет дана оценка действиям органов местного самоуправления подведомственных учреждений и приняты меры прокурорского реагирования. Каждую неделю проводятся совещания с уполномоченными органами, которые обеспечивают ликвидацию гололеда на дорогах, тротуарах и пешеходных дорожках на территории, прилегающем к зданиям муниципальных зданий Магадана. На Колыме выявили пять случаев гриппа. С октября специалисты лаборатории проверяли людей с симптомами ОРВИ не только на коронавирус, но и грипп. На прошлой неделе подтвердили пять зараженных гриппом. Как отмечают медицинские работники, лучший способ защиты – прививка. Практически всех детей уже вакцинировали, взрослых – чуть более 40% от плана. Во всех медучреждениях Колымы вакцина есть. В Магадане – 4,5 тысяч доз. «Вакцина хорошая. Это вакцина Исовий грипп и вакцина грипп Ультрикс, которые содержат актуальные штаммы вируса гриппа А, который сейчас циркулирует на территории Магаданской области». Особую тревогу специалистов вызывают беременные. Одна из пяти инфицированных ждёт ребёнка. Она находится под наблюдением врачей. Работники медицины просят беречь себя, носить средства индивидуальной защиты, а также вакцинироваться. «Уважаемые колымчане, прививайтесь. Прививки есть. Против новой коронавирусной инфекции у нас весь спектр прививок – это и Кувивак, и Пивак Корона, и Лайт, и Спутник ВИМ. Вам помогут определиться с видом прививки, который вам нужно получить, медицинские работники, которые работают в прививочных кабинетах». В Магадане можно сделать прививку в каждой поликлинике. Дополнительный прививочный пункт развернут в городской стоматологии и торговом центре. Елена Кузьменко подчеркнула, не нужно заниматься самолечением. При первых симптомах болезни нужно обратиться к врачу. Специалисты лаборатории смогут точно определить, болеет человек гриппом, коронавирусом или и тем, и другим. Если, допустим, в темное время суток или где-то безлюдное место, какой-то неосвещаемый переулок, встречает вас человек, можно сказать, нетрезвый, и начинает предъявлять какие-то требования. Допустим, просит, не просит, а заставляет в разразном виде вас доставить ему какие-то либо деньги, либо сигареты и так далее. И, может быть, даже в оскорбительном тоне. В данном случае, конечно, у вас будет реакция на то, чтобы отказать ему в этих его требованиях заявленных и сделать так, чтобы прекратить этот, начав себя на пустом месте, можно сказать, конфликт. Но здесь вот есть самое главное, что вы должны знать. Почему я это сейчас рассказываю? Потому что, если все это дело понять, допустим, очень будет проще понять, что же творится. В библиотеке имени Олега Куваева состоялась историческо-патриотическая встреча с ветераном боевых действий Игорем Загорским. Провели ее в рамках реализации проекта «Подвиги наших земляков». Мужчина стоял у истоков создания магаданского ОМОНа. Игорь Загорский – военный, служил в горячих точках, руководил танковым взводом. Политика и война неразрывно связаны, отмечает Игорь Загорский. Военное дело основывается на выполнении правил, методов ведения именно военных действий. Но считаю, что самое главное для не только военного, а и вообще гражданина страны – это вера. Как отмечают организаторы встречи, такой диалог поможет молодому поколению разобраться в политике и военном деле. Основная цель беседы – передача опыта, а также историческое и духовно-нравственное воспитание. За лучшее новогоднее оформление можно получить приз. С 6 декабря по 10 января 2022 года пройдет городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее украшение зданий, помещений и дворов. Участникам можно будет использовать декоративную иллюминацию, световые 3D-фигуры, гибкие неон, надувные формы, плакаты. Также украсить территорию снежными и ледяными арт-объектами. Жюри будет оценивать не только внешний вид, но и санитарно-техническое состояние объектов. Конкурсантам необходимо сформировать единую тематическую композицию. По итогам осмотра определят трех призеров каждой номинации. Заявки принимают до 15 декабря. В номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий» торгсобакамагадангород.ру В номинации «Лучшее новогоднее оформление дворов» экономистысобакаинбокс.ру Погода в Магадане очень переменчива. Глобальное потепление коснулось и нашей северной глубинки. Вечерний Магадан вместе с жителями областного центра решил выяснить, какая погода будет в выходные. Суббота 11 декабря в Магадане облачно. Температура воздуха ночью до минус 10 градусов. Днем до 7 градусов мороза. Атмосферное давление высокое 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воскресенье 12 декабря в Магадане облачно. С прояснением. Температура воздуха ночью до минус 14, днем до 12 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 7 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин